И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители по курсу микрофона, как всегда, ваш поклон слугам Амору, и мы продолжаем проходить такую увлекательную карту, как 1 блок Hardcore Minecraft. В принципе, я не мог без вашего ведома ничего в этом мире менять, поэтому мы продолжаем прямо на том моменте, где мы с вами и закончили. У нас тут продолжает немножечко расти деревья, также прорастает наш великий огород, наши животные продолжают смеяться, развиваться, и мы продолжаем отбывать этот самый 1 блок. Но я тем временем попробую добыть сейчас весь дуб, который у меня здесь есть, одного топора мне успешно хватило, да, привет лисичка, ты еще с прошлой серии здесь у нас бегаешь, я надеюсь, ты мне сильно не помешаешь, и пожалуй бы я немножечко тут себе ресурсы отсортировал, это было бы вообще шикарно, но к сожалению, времени на это будет, я думаю, между сериями, а пока у меня есть более другие для этого дела. Дела мои будут состоять в том, что я буду продолжать рубить этот 1 блок, в надежде получить здесь что-то более интересное, и перейти на более новый этап. Привет, вы у меня сперли золотую руду, да, это очень весело, спасибо. Неуспешно попался здесь еще один скелет, из которого я выбил еще косточки, и я сейчас хочу немножечко увеличить плантацию нашего картофеля, хотя бы чтобы он у нас более эффективно рос. Здравствуйте, Мусье пузат, здравствуйте, вы к сожалению под забором у нас не пролезете, да? Мусье, извольте отсюда выйти, да? Я надеюсь, мы с вами как-то подружимся, и вы в скором времени не упадете вот туда вниз в пустоту. Заимев столь большого полярного друга, и не желая, чтобы он взял и свое за себя в пропасть, то и в принципе для собственной безопасности я решил немножечко расширить изначальную платформу. Я считал от огороженного забора по 10 блоков в каждом направлении, и банально из полублоков начал выстраивать большой квадрат. Правда, по одной стороне там получилось немножко неровно, но это мелочи. У меня в планах эту всю большую платформу огородить забором и булыжником, ну а пока я огородить только смог небольшую часть, буквально разметив границы, ведь ресурсов на все не хватило бы. В будущем в планах наша база будет представлять из себя различного рода платформы на разных уровнях, допустим на одной живут жители, другая ферма животных, ферма растений, ну или так далее. По-моему задумка очень классная, но чтобы ее реализовать, как ни странно, нужны ресурсы, пока которых не то чтобы много. И хочется на самом деле побольше задействовать различного рода материалы, а не просто тупо строить из дерева. Ну и чтобы заиметь побольше ресурсов, я продолжаю ломать этот один блок, не забывая при этом вероломно уничтожать всех вражин, которые здесь мне мешаются. Неплохой троп сундука я поимел в виде саженца темного дуба, если я найду три еще таких же, то я смогу выращивать темные дубы, а они в принципе очень даже красивые в плане декораций. О, еще один песик, привет, 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 мы тебя очень заждались, идем к своему другану, идем, идем, конечно, идем. Очень жалко то, что я все кости потратил на костную муку, но я думаю то, что как только костей я заимею необходимых... Что ты твори? Ах ты негодяй такой, и что мне теперь с тобой делать? Это очень было тупо, конечно, задача ты мне подкинул, без овец будет туго. Ладно, ничего страшного. Ну ладно, я думаю то, что они заспавнятся рано или поздно, эти овцы здесь у нас на блоке, и мы сможем себе заиметь снова в отдельный загон. Воу, это выглядело как минимум очень жестко. Я очень благодарен вот этой его защите, что она нас защитит от монстр пати, который к нам пришел. Я хочу сейчас сделать все дырочки, чтобы ни один из монстров и ни один из дропов с этих монстров не упал в бездну, и с помощью моей хитерой установочки я буду сейчас их долбить. Ну, я так скажу, кожанка в виде куртки и штанов лишними не будут. Благодаря этим мобам мы получили аж 8 косточек, первого мы заполучили, и второго тоже. Надеюсь, в следующий раз ты никого у нас не съешь, мой хороший. Так, это все, конечно, лирика, но для меня сейчас главная задача продолжать ломать этот самый один блок и перейти на новые стадии. А, я еще забыл момент, то что я очень сильно жду, когда мне дадут источник лавы. Это, скорее всего, будет на адском уровне, ведь благодаря лаве я смог бы получить как минимум бесконечное количество камня, создав бесконечный источник. Ага, привет, песик. Так, еще два саженца темного дуба я нахожу, и мне остается буквально один, для того, чтобы получать полноценные деревья темного дуба. О-хо-хо! О-хо-хо! Привет, привет, мой байнбойлдит гифт. Еще два саженца, побольше костей, немножко костной муки и еще один лед, зачем вам 4 штуки, я вообще без понятия. И, наконец-таки, новый этап. И сколько? Через 40 секунд я только смогу узнать, что это будет за этап. 5, 4, 3, 2, 1, океан. Зачем? Без понятия, ладно. Продолжаем лупасить один блок. Если это океан, то тут могут появиться гвардианы. Так, гвардианы, конечно, это будет большая проблема, если такое появится. Но я надеюсь, что это будет не скоро. Черепахи. Черепахи, это хорошо. Черепахи, это хорошо, очень даже хорошо. Так, тортил. Я занес подальше отсюда, просто вот сюда вот небольшой загончик. Самый угол, я хочу для них впоследствии построить нормальный океан. Ну, насколько мне позволит. Скорее, будет похоже на озеро небольшой, чем на океан. Но будет у них место для размножения. Там, я думаю, будут все это красиво огорожено. И все это будет замечательно. Хо-хо-хо-хо. Привет. Это первый, получается, наши алмазы, которые мы здесь получили. Да, это безумно у нас круто. Но я вынужден вас огорчить, скорее всего. Если я получу жителей, то я буду получать все алмазы и инструменты через торговлю. И, возможно, вот эти вот алмазы у нас будут как НЗ. То есть, неприкосновенный запас. Морской огурец. Коралл. Книжки. Чем мне все это? Так много мусора мне дают. Я даже без понятия, зачем. Но было бы кощунством, я считаю, это все выбрасывать. Ведь все ресурсы ограничены. И получить мы их можем только таким образом. Хм, утопленник. Привет. Интересно, мне с вас трезубец выпадет или как? Ну, конечно, я же не настолько везучен. Еще один необыкновенный сундук с интересными партиклами здесь заспавнился. Ламинарии, железо и немножечко семян. Пшеница. Которые я так старательно, да, получал в прошлой серии. Они просто так достаются мне в сундуке. Спасибо, великий рандом. О! Вот примерно о вас я и говорил. Агвар... О! Ты потоптал мои грядки! Не жить тебе! Да. Очень был сложный бой. Вот примерно об этих тварях я говорил. Они скинут меня как нельзя лучше. И сейчас, я думаю, мне нужно будет достроить ограду, которая у меня здесь есть, для того, чтобы иметь возможность от них обороняться. Просто хотя бы даже банального забора, я думаю, будет достаточно. Так, заборами я полностью теперь себя оградил. Я надеюсь, что случайный такой же гвардиан не убьет меня. Я, по крайней мере, надеюсь очень сильно. О! Еще один алмаз, посмотрите. Блин, мне очень сильно, на самом деле, не нравится идея добывать вот такие вот алмазы. Просто пиркой даже не на шелковое касание. Буквально жаба душит. Без основания того, что я мог бы сломать его на самом деле с удачей какой-нибудь. Я испытываю очень большие проблемы с едой. Я даже решаю здесь немножечко увеличить рост нашей картошки, чтобы банально елут собрать излишки и пережарить их. А остатки, я думаю, наверное, посадить. Ведь особо вариантов у меня нету. Нужно больше еды, ведь любой промах или любая промашка с моей стороны может привести буквально к моей гибели. И питаться арбузом, постоянно сражаясь с какими-то мастериками и постоянно теряя здоровье, не самая лучшая идея. Печеный картофель не самая лучшая альтернатива, конечно же, арбузу. Но это гораздо лучше. Но пока я это говорил, нашел здесь третий алмаз. А значит то, что в принципе, гипотетически мы могли бы скрасить себе алмазную кирку. И в случае, если я здесь найду обсидиан, я смог бы его себе добыть. Но я бы хотел отложить эти алмазы себе на будущее. О-хо-хо-хо, так, стоять. Тебя я здесь увидеть не ожидал. Меня спасает только тот факт, что ты не можешь здесь пролезть. Удерешься ты очень сильно. Хорошо, что у меня здесь есть большое количество еды. Я могу регенить, и он не убивает меня хотя бы одного удара. Молодец, утомление на меня накинул. Я тебя, конечно, убил, но блин, обидно. Хорошо, что у меня здесь есть коровушки, с помощью молока которых я смог бы избавиться от этого ненавистного эффекта. Отправляемся спать, а после просыпания снова начинаем долбить этот самый блок. Опа, опа, здравствуйте. Снова монстр пати. Гвардианы еще при этом. Как вас много? Для начала с тобой разберемся. Минус один. Еще один, видимо, спрыгнул. Я больше никого, кроме вот этих вот двух оставшихся, здесь не обнаружу. Ладно. Так, гвардиана главного я убил, и остались только зомби, которые вообще никакой опасности не представляют. Это было вот этот вот монстр пати, которое сейчас произошло очень напряжно, я вам скажу. Не ожидал, что оно будет настолько тяжелым. Зато из приятного я смог получить мокрую губку. Зачем она, правда, мне? Я без понятия, но пригодится. Я думаю, то, что уже пора. Пора использовать 24 железа, которые у нас есть, для того, чтобы получить броню. Все шло у нас по плану до определенного момента, когда я себе не создал два железных шлема случайно. Это было очень тупо с моей стороны. Ну, будет запасной. Но главное для нас сейчас, это то, что у нас хотя бы какая-никакая есть защита, и я буду получать меньше дамага, а значит, то, что с меньшей вероятностью я ковру. Мда. И еще один гигантский гвардиан. Спасибо, тебя мне не хватало. Ну, с броней я вам так скажу, то, что его гораздо легче убивать. Я что-то задумался и случайно сломал блок музыкального сундука. В нем была книга-перо. Перо и пластинка. Ленны Рейнер какой-то. А, ну это просто книга-перо. Понятно. Надо будет создать потом кафедру и использовать эту книгу-перо. И пластинка у нас пока лежит вот здесь. Да, лучших времен, пока у меня, естественно, не появится проигрыватель. И то вряд ли я смогу ее включить, ведь авторские права, ютуб, все дела. Хо-хоу! Да! Хо-хоу! Ее! Наконец-таки! Новый этап трезубец! Ты даешь мне трезубец, треску ведре лосося в ведре. Ты же моя лапочка. Так, ломаю ее сундук. И 50 секунд на ожидание. Я вытерплю, вообще пофиг. Я практически, наверное, час приходил вот на этот новый этап, тупо ломая блоки. И, блин, вообще без проблем я выдержу еще. Два. Один. Па-бам! Джангл Денжин. Храм джунглей? Серьезно? Это пятый этап? Да, много лыжника, но я думал, что будет что-то более повесомее, чем храм джунглей на пятом этапе. Ладно. Это не так сильно важно. Эх, одному только джебу известно, что стрельнуло в мою шальную голову, но я решил сотворить какую-нибудь глупость и построить что-то. И очевидным для меня стало то, что построить необходимо склад. Я подумал, что простое размещение сундуков было бы скучным. И здесь с этим я решил построить что-то необычненькое. Склад должен был бы представлять из себя сквозной коридор. Таким образом, что добираясь из одной части базы в другую, я бы проходил через него. А следственно, всегда имел быстрый доступ к ресурсам. В связи с этим и была выбрана для него такая крестообразная форма. Очень долго я выбирал между красотой, простотой и доступностью материалов, из которых должен был бы быть склад. Поэтому весь склад состоит из различных пород древесины. Вот даже пошел темный дуб, который я нашел недавно. Хотел бы я побольше на самом деле использовать светлого, по типу березы, но к сожалению саженцы мне ее пока недоступны. Получился этот склад уж очень не очень, но мы все здесь собрались на самом деле, чтобы учиться понемногу чему-нибудь да как-нибудь. И все предложения по улучшению сия строения, если его можно так назвать, я буду рад выслушать в комментариях. В последствии же этот склад планируется расширить вверх, если вдруг сундуков с первого этажа мне не хватит. В связи с чем я пока что крышей не занимался. Ну а перенос всех сундуков с хламом и сортировка его уж совсем рутинное и неинтересное занятие, поэтому оно произойдет по щелчку пальцев между сериями. И последнее, наверное, что бы я хотел сделать на эту серию, это ввести интерактив еще один в виде аллеи славы. Не бойся, мой песик маленький и миленький, и про тебя я, конечно же, не забыл, и как только найду убирку, я тебя переименую. На данную аллею славы может попасть абсолютно любой человек. Вам нужно лишь оставить рандомные комментарии под видеороликом. И Великая Сила Рандома отберет людей, которые попадут в аллею славы. В качестве примера, Великая Сила Рандома отобрала из прошлого видеоролика вот эти два комментария, соответственно, вот эти два комментатора попадают на аллею славы. Если под этим видеороликом Великая Сила Рандома отберет и их тоже, то их обличие, на данный момент пустой манекен, то к следующей серии он обретет кожаную броню. Соответственно, следующий уровень это железная броня, алмазная, незеритовая и так дальше по нарастающей. Я лишь со своей стороны хочу напомнить то, что у каждого из вас есть шансы попасть на аллею славы, и у каждого эти шансы одинаковы. Ну и на таком прекрасном моменте мне придется завершать эту серию. Всем спасибо, что смотрели, у микрофона был как всегда ваш покорный слугам Амору, и еще услышимся!